ой друзья помню самый первый раз буржуйский магазин это был 90 год самый конец где-то там в ноябре 22 23 ноября мы прилетаем в нью-йорк и нас там дней 10 держали пока всякие документы оформляли чтобы уже дальше на сан-франциско могли поехать ну и мы утром проснулись и так идем незнакомое все а тут как раз вот значит thanksgiving никого нет ничего нет с утра по телевизору там парад идет какой-то но мы рано проснулись часов 4 утра него полпятого смена часовых поясов ну и выходим на улицу никого не души идем но и вдруг магазинчик маленький вот здесь называется daily store такой маленький такой ловчонка корейская там кореец такой стоит и размером вот я не знаю там вот два два размаха рук в одну сторону три размаха рук в другую в общем странные вещи происходят то есть ты смотришь вещи которые не могут быть ну продукты которые рядом быть не могут они рядом вот там допустим какие-то летние фрукты и там что-то зимнее и все это вот как-то странно три груши там клубничка какая-то арбуз лежит там все это очень непонятно потом мясо такие шмотки ну без костей мясо быка вот если кто постарше может быть помнит мясо быка это значит там подороже там где есть где ты где-то и заказ с костями очереди ты уже стал бы в очереди с костями нет это отдельная история короче мы привыкшие к тому что полка пустая значит она все забита забиты квадратного сантиметра нет его значит жена смотрит и так и как-то не подташнивается как-то нехорошо а я думаю черт где же все родители вот сколько народу есть которые вы вот так могли порадоваться как-то сказать ой как классно не с кем поделиться стоим тут два как два тополя на плющихе в общем такое вот было ощущение и денег у нас не было мы только приехали но у нас там было пару долларов собой и мы купили две груши или 33 мы с ребенком три груши мы губили такие они были очень необычные я таких не видел до того у нас груши были пузатые ну которые нам привозили откуда-то москве груши не растут но какие-то пузатые были или камень как камень или так что пальцем протыкаются а эти были такие они были такие вытянутые такие и почти темно-коричневые то есть такого цвета как деревяшка например вот я таких груш никогда не видел и вот сегодня в день на независимости 4 июля мы вспоминаем как мы сюда попали и что увидели и как будто это не с нами было в другой какой-то жизни вот но не за грушами мы приехали вот и соответственно так все и получилось